На прошлогоднем пекинском автосалоне молодая Link & Co выкатила концепт Zero, то бишь ноль. Это был пятиметровый лифтбэк со свойственной электромобилем, длинной базой и гармоничными пропорциями. Под кузовом скрывается первая батарейная платформа компании Geely. Её будет применять не только сама Geely, но и родственные ей марки, вроде Volvo и Proton. В планах компании продавать архитектуру всем желающим. Любопытная практика, не правда ли? Сам Link & Co Zero тоже любопытен. При мощности под 650 сил пятидверка должна выстреливать до сотни за 4 секунды. А запаса электричества хватит, чтобы разменять 700 километров. А теперь внимание! Вчерашний концепт переродился во вполне серийную модель. Её будут делать под брендом Zikar. Это новая премиум марка концерна Geely. Все подробности китайцы клянутся озвучить через пару недель. Британская MG Cars, что принадлежит китайской компании Nainzin Automobile, набросала образ двухместной двухдверки. Авторы эффектной машины не скрывают, что вдохновлялись классическим родстерам MGB полувековой давности. Но чтобы Сайберстер, как назвали шоу-кар, стал серийным, марка предлагает скинуться. В прямом смысле этого слова. По системе краундфайдинга, или, проще говоря, частных пожертвований. Нужно собрать немалые 50 миллионов юаней. В пересчёте примерно 600 миллионов наших рублей. Полноценная премьера Сайберстера пройдёт на грядущем шанхайском автошоу. И тогда мы узнаем, какие бонусы сулит применение безмодульной батареи и восьмислойного двигателя, которые анонсирует производитель. И продолжая тему красивых машин. Пока весь мир буквально свихнулся на кроссоверах всех мастей и форматов, корейский Genesis вдруг выкатил приземистую двухдверку. Притом весьма крупную, в духе классического большого туризма. Шансы появиться на дорогах, пожалуй, минимальны, так как задача модели – задекларировать очередной виток дизайна премиальной марки. А значит, многие решения мы позднее увидим на серийных Genesis'ах. Вопрос – какие? Скажем, кокпитообразный интерьер бросает вызов всем современным канонам, когда салон принято строить вокруг больших тачскринов. А здесь тёплая ламповая атмосфера, пропитанная ностальгическими мотивами. Неужели публика устала от буйства хай-тека? Продолжение следует...